В ДКАК оценили возможность изменения закона об особом статусе Ордла. Изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Ордла, пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится в материале РБК «Украина попытка номер 5». Зачем власть хочет продлить особый статус Ордла? И какие-либо существенные изменения к этому закону об особом статусе Ордла РЭД не могут быть внесены до тех пор, пока мы будем считать это невозможным и пока не будет прогресса в переговорном процессе ДКАК, сказал представитель Украины в политической подгруппе ДКАК, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин, слуга народа. Он, напомним, что на нормандском саммите в Париже было введение в законодательство формулу Штайнмайера. Однако включить эту формулу в закон об особом статусе Ордла без внесения других технических изменений невозможно. Костин считает режим прекращения огня большим достижением, однако по-прежнему остаются нерешенными вопросы обмена пленными, разминирования и допуска Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в Ордла. Если будет движение со стороны российской делегации в решении, в том числе и этих вопросов, тогда речь может пойти и о каких-то изменениях к закону об особом порядке местного самоуправления, уточнил представитель Украины в ДКАК. Напомним, сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проведет заседание с главами фракций парламента. На нем будет рассматриваться вопрос рассмотрения закона об особом статусе Донбасса. Ранее РБК Украина писала, что в ДКАК считают необходимым продление действия нынешнего закона об особом статусе Ордла еще на год.